Должна ли женщина готовить? Тем более то, что тебе не доставляет удовольствия, не вдохновляет тебя, а тем более то, что у тебя плохо получается. Если ты этого не будешь делать, то все, конец отношениям. Он найдет ту женщину, которая ему готовит. Готовлю еду, чтобы меня не бросили, чтобы быть хорошей домохозяйкой, чтобы меня любили. Ну, когда мужчина голодный, он злой. Когда мужчина голодный, ему сложно тебя любить. Я через еду вкладываю энергию, я через еду влияю на мир. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях. И в этом видео мы будем разбирать этот важный, душесчипательный, душераздирающий вопрос, который волнует многих девушек и женщин. А если он тебя не волновал до этого, прямо сейчас он должен тебя заволновать. Перед тем, как мы перейдем к сути этому видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал, и обязательно смотри это видео до конца. И не забудь переслать это видео всем подружкам. Так все-таки, должна ли женщина готовить? Если говорить, вот сразу, просто коротко ответить, нет, ты никому ничего не должна. Если отвечать на этот вопрос глобально. И мое мнение такое, что если тем более то, что тебе не в кайф, тем более то, что тебе не доставляет удовольствие, не вдохновляет тебя, а тем более то, что у тебя плохо получается, не нужно этого делать. Даже если на заборе или в книжке написано, что так надо, так должно быть. При этом, для того, чтобы принимать тебе взвешенное решение, я бы порекомендовал тебе посмотреть на этот вопрос более, так сказать, с другого контекста, и уже из другого контекста принимать решение. Просто задумайся о том, что мужчина каждый день кушает, и минимум три раза в день. И просто задумайся, что в еде есть энергия. То, что мужчина кушает, представь, он все это погружает в собственный организм. Организм, прям внутрь своего организма. И знаете, вы очень часто задаете вопрос, а как ему доказать, как его убедить, как его заставить? То есть, по сути, Ярослав, а как мне вложить в его голову мою идею? Да? Как вложить в его голову, в его сознание, в его организм мои желания? Прикольно же, да? И мне кажется, что приготовление еды – это один из способов, который ты можешь использовать. И который, ну мне кажется, почему бы не использовать? Я надеюсь, вы понимаете, что я не настаиваю, не говорю, что ты должна. Или если ты этого не будешь делать, то все, конец отношениям. Он найдет ту женщину, которая ему готовит. Ну нет, но это уже ахинея. Будет ахинея, если это начну говорить. Представь, если мужчина ест 3 раза в день, например, или 5 раз в день, ты это готовишь, ты выбираешь эти продукты самостоятельно где-то в супермаркете или где-то в интернет-магазине, где-то заказываешь. Ты эту еду готовишь. Пока ты ее готовишь, ты это делаешь в определенном состоянии, ты это делаешь в определенном настроении. Ты в этот момент что-то думаешь о мужчине. Ты его каким-то считаешь. Ты как-то визуализируешь какие-то желания. Или, может быть, наоборот, ты думаешь о проблемах. А представь, если бы ты готовила, и ты в этот момент думала хорошее, вкладывала в это крутые мысли, классную энергию, классную визуализацию будущего. И еще, знаешь, если образно говорить, вкладывала бы душу в выбор продуктов, в приготовление продуктов, в подачу продуктов. Просто задай себе вопрос. Как ты думаешь, если просто предложить? Могло бы это хотя бы на один процентик, на два или на большее количество процентов улучшить ваши отношения? Да, сто процентов да. Сто процентов да. И понятно, что это также касается и воспитания детей. Они какую-то еду едят. Поэтому, отвечая на вопрос, должна ли ты? Нет, не должна. Могут улучшиться отношения, если все-таки ты будешь готовить, при условии, что это будет тебе доставлять удовольствие, при условии, что ты сама от этого будешь наполняться, при условии, что ты в это приготовление, подачу, выбор продуктов, ты будешь вкладывать свою позитивную энергию, свои мысли, желания, пожелания и так далее, почему бы и нет? Кстати, приглашаю тебя на бесплатный, абсолютно бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция», где я раскрою все секреты, что думает мужчина, почему он что-то думает, но молчит, о чем молчит мужчина. И что делать с собой, что прокачивать в себе, как в женщине, чтобы ты могла без драм и манипуляций влиять на мужчин. И невозможно влиять на кого-то, если ты не умеешь влиять на себя. И мы на бесплатном онлайн-курсе будем разбираться, как это все совместить, и чтобы в итоге счастливые отношения длились не только первую ночь или первые три года влюбленности счастливыми были, а столько, сколько ты сама захочешь. И даже если ты сейчас не в отношениях, и даже если вдруг твои отношения сейчас зашли в тупик, записывайся на бесплатный онлайн-курс. Прямо сейчас кликай по ссылке под этим видео, регистрируйся и до встречи. И я часто встречал такие истории, когда девушка говорила, понимаешь, мне же кажется, тут вопрос же даже не в том, что я делаю, да, делать мне что-то или нет, а в том, ради чего мне это делать. И в том, какой смысл я вкладываю в то, что я делаю. Понимаешь, если ходить, например, на тренировку, себя заставлять и говорить, а я должна идти на тренировку, а если относиться к тренировке, что я иду туда, и напоминать себе, ради чего я иду на тренировку. Я же иду не потому, что надо, а потому, что вот есть идеал, или есть форма, к которой я стремлюсь. И я же начинал или начинал ходить тренировку ради вот этой красивой, красивого результата. Но в процессе этого пути мы часто забываем. И у нас выходит такое, что мы заставляемся идти, потому что надо. И для того, чтобы изменить к этому отношение, нужно себе напомнить, зачем я это делаю, ради чего я это делаю. А делать что-то просто потому, что ты должна, или потому что надо, это плохо. И, наверное, многие из вас знают, что женщине вообще в идеале делать что-то из позиции хочу, а не надо. Так и формуль не мне надо, а я хочу, я это делаю, потому что я хочу. Лучше из этой позиции делать. Еще раз, если ты точно не любишь готовить, тебе это не нравится, ты ненавидишь это делать, это вообще тебя раздражает и бесит, пожалуйста, не делай этого. Я видел часто случаи, когда девушка до этого говорила, что я, и я уверен, что вы в комментариях подтвердите, что многие из вас раньше не любили это делать, вы прям негативно к этому относились, а потом, когда поменяли отношения, начали пробовать, и вы начали в процессе от этого кайфовать, и наоборот, это начало вас доставлять удовольствие. И особенно, если относиться к этому не я кухар, как готовлю еду, а я женщина, я творю, я через еду творю, я через еду вкладываю энергию, я через еду влияю на мир. Я через еду влияю на мужчин, которые едят эту еду. А это так и есть, это тоже влияние. Но если я готовлю еду, чтобы меня не бросили, чтобы быть хорошей домохозяйкой, чтобы меня любили, ну так, так не надо. При этом есть мужчины, конечно же, да, такие, особенно это проявляется либо в мужчинах с таким жестким характером, либо даже у тиранов, которые говорят, нет, я хочу, чтобы ты мне готовила. И, конечно, это может быть причиной конфликтов, когда мужчина может пойти в любой ресторан, но ему важно, чтобы женщина готовила, чтобы ее, пускай это не лучшая еда, но там ее энергия. Я, как мужчина, могу сказать, что да, это было бы плюсом. Если бы женщина готовила, и это делала с удовольствием, это было бы в любом случае и восприятие мужчины для мужчины плюсом. При этом, если ты, моя рекомендация, если ты все-таки не готовишь, не любишь, ненавидишь и не хочешь этого делать, это нормально, это твой выбор. От этого ты не становишься плохой женщиной или менее достойной. При этом задай вопрос. Я считаю, что было бы неплохо, чтобы ты обеспечивала эту потребность, закрывала эту потребность, эту функцию. Ну, хорошо, ты не готовишь, но, пожалуйста, побеспокойся о том, что когда мужчина, если он обеспечивает ваши отношения, он трудится, да, ну, побеспокойся о том, что когда он просыпается, чтобы ему было что кушать. Да, побеспокойся о том, что когда он возвращается с работы домой, ну, пускай не ты готовишь, ну, может быть, чтобы столик в ресторане был забронирован, забронирован может быть чтобы какой-то повар нормальный хороший вам там приносил эту еду понятно что оплачивает повара кто ты конечно шутка конечно же мужчина при том что ты может быть не готовишь но но я считаю это важно чтобы это будет жирным плюсом для ваших отношений если будешь закрывать эту мужскую потребность чтобы он не ходил не шлялся по ресторанам как в пести паре как эта песня по ресторанам по ресторанам это шансон и не то чтобы и чтобы не сейчас чтобы он ну когда мужчина голодный он злой когда мужчина голодный ему сложно тебя любить когда мужчина голодный он не любит мир я надеюсь ну я думаю что если уже давно в отношениях ты понимаешь о чем и поэтому побеспокойся о том что когда ты муки не готовишь но чтоб он был накормлен как займись какой-то этой организации безусловно за деньги мужчины если тебя важно более подробно разобраться что же еще важно женщине прокачивать себе чтобы быть счастливой в первую очередь самой чтобы мужчина был рядом счастлив чтобы вы вместе строили классные счастливые отношения если хочешь разбираться как перезагрузить непонятные отношения как привлекать достойных мужчин свою жизнь и сделать правильный выбор как создавать по-настоящему счастливые отношения прямо сейчас кликай по ссылке под этим видео и успей записаться на бесплатный онлайн-курс мужчина честная инструкция если это видео было для тебя полезным прямо сейчас ставь лайк подписывайся на канал пиши твои вопросы в комментариях обязательно перешли это видео всем при всем своим подружкам и до встречи в следующих видео пока